Привет всем на телеканале Губерния. Стартует марафон. Наш теледневник спортивной жизни Воронежа. Главное спортивное событие минувшей недели – первый домашний матч «Факела» или «Воронежской Барселоны», как модно теперь называть нашу команду. И такое громкое название «Факелу» дали не ехидные фанаты, а новый главный тренер Владимир Муханов. Дебют черноземный барс на Центральном стадионе профсоюзов заинтересовал многих, очень многих. Ну а получилось из этого вот что. 11,5 тысяч воронежских болельщиков на трибунах Центрального стадиона профсоюзов уже праздник, особенно пометуя о пустой арене образца этой весны. Все пришли на стадион, чтобы своими глазами увидеть игру нового «Факела» во главе с новым главным тренером. И все, от простых воронежцев до первых лиц города и области, в унисон, желали команде победы и только победы. «Мы верим в нашу команду, мы помним успехи команды и мы ждем от нашей команды по итогам сезона выхода в футбольную национальную линию. Я снижаю вас, что правительство области, государственные администрации сделали сегодня 50 тысяч лет за того, чтобы команда выступила успешно». На поле сплошь незнакомые лица для всех футболистов в форме «Факела» – это первый выход на поле главной воронежской арены. Владимир Муханов бросает в бой исключительно новичков. И новички сразу же оправдывают надежды наставника и болельщиков. С первых минут хозяева захватывают инициативу и настойчиво начинают прижимать старооскольцев к своим воротам. «Мы не настраивались на такую игру, что хозяева будут в первых минут иметь преимущество. Поэтому и так оно и сложилось. Преимущество у вас было и владение мячом, и там где-то моментиков побольше было, я согласен». Андрей Репринцев не оговорился, назвав атаки «факела» не «моментами», а «моментиками». Уменьшительно ласкательный суффикс «вспоминаем школьные уроки русского языка» здесь как никогда уместен. По-настоящему острые атаки воронежской дружины можно пересчитать по пальцам, причем одной руки. В игре много вопросов, это естественно. Особенно касается первого тайма, где не будешь фамилии говорить, наверное, сами поймете, люди не попали в игру совершенно. Рассмотрим два момента. Первый. И второй. Что тут скажешь? Вроде футболисты делают все правильно, вроде бы читается идея, и идея интересная, но почему-то задумка так и остается задумкой. Минута на размышления тут не нужна, отвечает Владимир Муханов. Суть-то была в одном, мы, в общем-то, посмотрели, разобрали эту команду, нашли определенные слабые места, второй тайм это показал, где можно было проводить скоростные атаки. Вопрос в том, что пока еще, конечно, взаимопонимания не хватает, не только впереди, но и в определенных моментах в обороне. А вот те самые опасные моменты у ворот Федора Дьяченко, нашего нового старого голкипера. Благо, таких голевых выпадов со стороны гостей было немного. Зато факел во втором тайме заметно оживился. Замены себя оправдали. Пожалуй, самый острый момент за всю игру – 83-я минута. Нежели в разрезающем пасом выводит Татарчука, тот простреливает в штрафную, где вышедший на замену скрыльников, попросту проскакивает мимо передачи, падает, так что мяч оказывается у него в ногах, но не в сетке ворот. Вторая, 20-ти минут ко второго тайма, когда резко увеличилась скорость принятия решений и движения мяча, в общем-то и появилась такая игра, к которой будем стремиться. Жаль, что не забили. Может быть, их моментов не очень много было, но по такому преимуществу второго тайма, безусловно, надо было забивать какой-то мяч. Увы, ничья 0-0, уже вторая в сезоне. Пока мы не знаем побед, но благо, не знаем и поражений. Однако все у «Факела» впереди. И это заверение даже не тренера воронежцев. Золотых медалей и выхода в футбольную национальную лигу воронежцам пожелал наставник соперников. Команда с традициями. Тут мы все тоже переживаем, болеем, чтобы вышли в первую лигу. И мы будем ездить, смотреть, потому что отношения у нас нормальные с «Факелом». Ну а Владимир Муханов лишь добавил, что к такому сценарию первых туров чемпионата он был готов и паниковать не собирается. Ну я-то не был каким-то, как это называется, романтиком, того, что здесь можно пешком пройти по всем. Нет. И тем более, когда идет становление команды, у нас каждый соперник будет сейчас какой-нибудь крепкий КФК, и то надо будет, вообще-то, достаточно изобретательности прививать, чтобы обыграть. Вот когда все отладим, там уже будет все равно, кто это, лидер или, значит, середняк. Когда у тебя будет поставлена игра, тогда будет уже более спокойно, я имею в виду, в том смысле, все равно, все равно, кто из соперников. Если правильно играем, будем обыгрывать все. Футболисты «Факела» покидали стадион под овации трибун. Трибунам в ответ аплодировали и сами игроки. Даже несмотря на баранки на табло, никто никого в этот вечер критиковать не собирался. Наконец-то наши фанаты стали мудрее после второй игры сезона выносить вердикт по меньшей мере. Глупо. И завершая футбольную тему, посмотрим на другие результаты второго тура и, конечно, обратим внимание на турнирную таблицу. Второй тур чемпионата второго дивизиона оказался крайне нерезультативным. Три мяча забила в ворота противника лишь Калуга, два Тамбов, остальные команды с трудом смогли забить и один единственный гол. Три очка взяли Подольский Витязь и Клуб Подолье, Курский Авангард и Пензенский Зенит. Единственной командой, которая пока не потеряла ни одного очка, остается Саратовский Сокол. Волжане, естественно, единоличные лидеры турнирной таблицы. По четыре очка у Зенита, Авангарда и Подолья. Баранки в графе набранные очки пока красуются только напротив двух команд. Брянского Динамо и Металлурга из Выксы. Ну а факел пока на несчастливом 13 месте. У нас всего два очка плюс не самая лучшая разница мячей. Лискинский локомотив после двух туров 14-й. Другие новости воронежского спорта далее в нашем обзоре. Утвержден календарь высшей хоккейной лиги сезона 2013-2014. В чемпионате примут участие 26 клубов в регулярном сезоне. Командам предстоит провести двухкруговой турнир, по итогам которого 16 лучших продолжат борьбу в плей-офф. Новый сезон Воронежский Буран откроет 9 сентября домашней игрой против Балашихинского Динамо, а завершит 24 февраля уже гостевой встречей с белоглубыми. Сборная Воронежской области по русской лапте завоевала третье место на Кубке страны. Соревнования уже во второй раз прошли в Лисках. За титул сильнейшей дружины боролось 16 команд, 10 в мужском зачете и 6 в женском. В результате главные трофеи национального кубка завоевали сборные подмосковного Чехова, причем представители и сильной, и слабой половины человечества. Во Франции завершился девятый этап Кубка мира по скалолазанию. В этих соревнованиях принимали участие и лидеры Воронежской сборной Евгения Маламид и Михаил Черников. Наши земляки уверенно преодолели квалификационный барьер, однако пробиться в финал им, к сожалению, не удалось. В итоге Маламид заняла 17 место. Отставание от восьмой позиции составило всего три перехвата. Черников – 20. Тем не менее, в общем зачете наши спортсмены сохранились за собой места в лидирующей группе. И в завершении обзора кадры, которые вскружат вам голову самые яркие моменты крупнейшего мото-фристайл-контеста на минувшей неделе, взорвавшего Самару. На Кипре завершился чемпионат мира под Тэквондо ГТФ Глобальной Федерации Тэквондо. И сборная России на этом турнире выступила более чем достойно, заняла второе общекомандное место. В числе главных героев этого мирового форума оказались и воронежцы. Наши спортсмены завоевали в Никосии три золотых и две серебряных награды. Как это было, мы предлагаем узнать вам из первых уст. Уст новоиспеченных чемпионов. Ну, конечно, я ставил перед собой и перед своими учениками в первую очередь уехать с медалями с данного первенства и чемпионата. Ну, как после проведения данного турнира, в принципе, это нам удалось. Отстели жизни. Вот самое главное. Вот Денис отстил жизни, я стану. Вот ту же самую, для меня лично, стать чемпионом. Это не всем, а, как говорится, ну, конечно, важно для жизни себя пробовать, на что-то способен. Это свой личный путь, строение с желанием. Ну, как таковое давило, именно напряжение было, когда, еще перед выходом. То есть, пока настроил, думал, как, что, как сложится, то есть, как бы старался отрешиться от этого. А когда уже вышел, начал работать, то есть, там уже четкая установка, на что готовились целый месяц, трехразовые тренировки у нас были. То есть, мой тренер Захар Ахмед Чабиев, он как раз нас готовил к этому первенству, то есть, подставил нам цели, задачи, и мы их уже старались выполнить. Я настраивалась, как обычно, перед любыми соревнованиями, то есть, это желание выиграть, желание занять первое место, как всегда. То есть, когда я настраивалась, у меня не было в голове, что нужно выиграть именно чемпионат мира. То есть, желание было выиграть именно конкретные соревнования. Только уже после соревнований, когда начинаешь думать, что это был чемпионат мира, тогда уже приходит осознание, что я выиграла именно чемпионат мира. Ну, если честно, то еще даже сейчас это трудно верится, поэтому все-таки чемпионат мира, как бы, ну, в первую очередь пришло как бы осознание, ну, турнир есть турнир, но выиграли и выиграли. Только потом уже, когда вечером сели, думаем, вау, что мы сделали, выиграли чемпионат мира, а так еще даже это тяжело верится сейчас. Я был уверен о том, что я знал, я как тренер, я знаю свои способности и я даже предвидел своих учеников на счет способности. Российская команда всегда ведет самые сильные спортсмены, поэтому я предполагал, что мои ученики победят. В первом полуфинале я победил представителя Афганистана, но и в финальном поединке тоже более в жребе достался представитель Афганистана. Но, как мне показалось самому, многие также отмечали со стороны, даже полуфинальный поединок был более тяжелый, более упорный, нежели сам финальный поединок. Сложно было и в квалификационных боях, и полуфиналы, и финалы, но мне сложнее всего было в финале. Когда мне досталась испанка, она была ведущей спортсменкой в Испании, и предыдущие бои мне удалось выиграть основное время, а наш с ней бой, у нас основное время, дополнительная минута была ничья, и мне удалось победить ее только в первой технической действии. Всегда первые чемпионаты Европы, даже мира, самое главное, первая победа уже результат, и с опытом во всех видах спорта определяется опыт. Я думаю, в дальнейшем также продолжим на Европу и на мир и так далее. Ну, дальше у нас по календарю осени чемпионат Европы, открытый в Москве в конце октября. Ну, планируем поехать туда, а потом в конце ноября в Пятигорске, в Кубок России, тоже вывозим команду. Я думаю, надеюсь на хороший результат. Смотрите марафоны и всегда будете в курсе всех последних событий, ведь мы знаем о спорте. Все.